Здравствуйте! Вы смотрите программу «Дело раскрыто». С вами Юлия Руднева. Почему ульяновцы пропадают в лесах и как их ищут, вы узнаете в этом выпуске. По данным УМВД России, Ульяновской области за прошедшие 9 месяцев 2023 года в ОВД поступило 1430 заявлений о безвести пропавших. 1419 из них были успешно найдены. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА К сожалению, в Ульяновской области люди пропадают ежегодно. С наступлением осени в основном теряются грибники и охотники. Прежде всего, в группы риска попадают пенсионеры. Как правило, это связано с тем, что люди престарелого возраста с определенными заболеваниями, связанными с потерей памяти и ориентацией в пространстве, заблуждаются в лесу. Связано это с тем, что они уходят одни, в незнакомые, может быть, места, в тяги за тем, чтобы найти добычу, так скажем. Усугубляет ситуацию и то, что родственники, друзья и соседи ищут пропавших самостоятельно, не обращаясь в правоохранительные органы. Бытует мнение, что нужно несколько дней выждать, когда ваш ребенок, знакомый, может быть, он вернется. Это заблуждение. Для положительного исхода данного мероприятия, поиска, необходимо немедленно обратиться в правоохранительные органы. Это по месту безвестного исчезновения лица ближайший орган полиции, либо следственный комитет. После написания заявления проводится доследственная проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела. У нас определено, что если лицо не предполагало исчезнуть, данное лицо имело положительные характеристики, ходило на работу и вдруг внезапно исчезает, умеется все основания полагать, что он стал жертвой преступления, возбуждается уголовное дело, как правило, по статье 105, это убийство. И начинается уже следственная проверка, расследование данного случая. Если ваши близкие или знакомые собираются в лес, уточните, куда конкретно и во сколько они планируют вернуться. В случае, если они не вернулись в назначенный срок, начинайте их искать, обратившись в правоохранительные органы. В прошлом году часто поступали в полицию заявления о пропаже пенсионеров. Например, в четырех километрах от рабочего поселка Майна заблудилась 70-летняя жительница Ульяновска. Она приехала за грибами со своими знакомыми, но отошла от них слишком далеко и потерялась. Двое мужчин, которые ей встретились по пути, указали дорогу. Что еще больше запутало женщину? Я не знаю, когда я пойду до Победного, до утра, я пойду прямо-прямо, не сворачивать никуда. Я тропинку нашла, дорогу, видно старая дорога, я по ней и пошла. Вышла пенсионерка к речке, где ее обнаружили сотрудники полиции, лесничества, МЧС и волонтеры. К счастью, она не пострадала. Теряются не только горожане, но и местные жители поселков и деревень, которые находятся около лесов. Так в Николаевском районе заблудился мужчина, 1950 года рождения, который вечером ушел со своим зятем за грибами. С ведром, с кардиной пошел высыпать, но потерял ориентир. И, видать, шел так долго, что уже начало темнеть. Я даже в темноте никого не слышал, ничего. У меня не было ничего с собой, ну, я имею в виду телефон там, ни фонаря, ничего такого, ни спичек не было. И заблудился. Поэтому, наверное, когда идешь... Хотя вот этот лес мне очень даже был знаком. Я в течение восьми лет ездили мы туда за грибами. В этот раз тоже все обошлось. Пенсионера нашли живым и здоровым. Занимаются поиском людей не только правоохранительные органы, но и волонтеры, общественные объединения. Например, в Ульяновской области с 2015 года работает добровольческий поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Ежедневно туда поступают сообщения о пропаже людей, в том числе и в лесах. В Ульяновском отряде работают более 200 добровольцев в 25 поисковых направлениях. Инфогруппа, координаторы, старшая поисковая группа, радиосвязь, кинология, конные направления, беспилотная авиация, авиация и другие. При этом численность добровольцев постоянно растет. «Лиза Алерт» принимает в свои ряды практически всех неравнодушных людей. У нас единственный критерий для вступления в отряд – это возраст. Берем только те, кому уже исполнилось больше 18 лет. Нет ограничений ни по социальному статусу, ни по физическим ограничениям. Заблудиться в лесу, по мнению волонтеров, можно независимо от возраста и пола. В этом году такие случаи уже происходили. У нас получается 165 заявок на поиски в природной среде, 34 поиска пожилых людей. Самой пожилой бабушке было 92 года в этом году. А детям, если говорить, то это 25 поисков детей в природной среде в этом году. Из них самому младшему ребенку было 2 месяца. Пропадают люди, даже уходя в лес группами. Основная причина таких происшествий – недостаточная подготовка и излишняя самонадеянность. Поэтому поход за грибами нужно тщательно планировать. Начните с того, что составьте маршрут, куда вы пойдете, и повесите о своем маршруте своих близких, родных, друзей и так далее. Чтобы в случае вашей пропажи они знали, во сколько вы должны были вернуться. Если они не вернулись, то они оперативно забили тревогу о вашей пропаже. Также можно скинуть близким координаты, где вы будете заходить в лес. Особое внимание стоит уделить одежде. Она должна быть по погоде теплой, закрывать руки и ноги. Желательно выбирать яркие цвета, например, красный или оранжевый. В случае, если вы потеряетесь, вас будет проще увидеть поисковика. Если у вас камуфляжная одежда, и она часто всего бывает на наших грибниках, наденьте, пожалуйста, светоторожайший жилет. Стоит он недорого, порядка 100-200 рублей. Купить можно на любом строительном магазине, на любой заправке. Даже в продуктовом магазинах сейчас продается. Не уходите налегке. Обязательным атрибутом каждого охотника или грибника должен быть рюкзак, где собрано все самое необходимое. Самая частная проблема, с кем сталкиваются все потерявшиеся, обезвоживание. То есть хотя бы 0,5 бутылочки воды у вас с собой, чтобы было. Дальше запас еды. То есть мы рекомендуем брать что-то калорийное. Но если у вас есть компас, возьмите компас. Даже если вы не умеете им пользоваться, он вам пригодится. Наши специалисты смогут вам удаленно объяснить, как им пользоваться. Не забудьте, для того, чтобы специалисты с вами могли связаться, взять с собой заряженный мобильный телефон. Даже если в лесу не будет связи, вы всегда сможете набрать 112, чтобы вызвать экстренные службы. Поэтому, чтобы телефон не разрядился, дополнительно лучше взять пауэрбанк и кабель. Кроме того, устройство позволит определить ваше примерное местоположение. Пригодятся также фонарик, спички, свисток. Перед тем, как уйти в лес. Во-первых, точно определитесь, куда вы собираетесь. Определите точку входа и ближайшие населенные пункты от этого места. Во-вторых, предупредите близких о том, куда вы собираетесь и во сколько вы должны вернуться. По возможности, скиньте свои координаты. Возьмите с собой вещи первой необходимости. Воду, еду, спички, фонарь, компас, мобильный телефон и зарядное устройство к нему. Подберите закрытую одежду по погоде, предпочтительно ярких оттенков, либо наденьте светоотражающий жилет. Если вы заблудились, наберите 112. Многие пытаются использовать школьные знания, но, к сожалению, не помнят всех тонкостей. Например, принято считать, что мох растет с северной стороны. Однако специалисты утверждают, что это заблуждение. Если дерево растет идеально на открытом местности, то да, лещанник будет с северной стороны. Муравейник, если он отдельно, хотя такого не бывает, конечно, южный склон более пологий. С северной более крутой. Но идеального нет. Расти мох может там, где высокая сырость, или в теневой стороне. В лесах такое встречается достаточно часто. У нас север там, а мох растет с северо-восточной стороны. То есть здесь можно маленько ошибиться. То есть это маленькое заблуждение. Это только в идеале. В идеале. Лучше ориентироваться по другим признакам. Еще одним распространенным методом является ориентирование по солнцу. Однако у него есть несколько особенностей. Во-первых, нужно учитывать движение солнца по небу. Оно бывает на востоке утром, на юге в полдень, на западе вечером. Во-вторых, в пасмурную погоду солнце плохо видно. Поэтому ориентироваться придется по просветам в облаках, что тоже осложняет задачу. В ночное время можно ориентироваться по звездам. Ночью в нашей полосе, в нашем северном полушарии, это полярная звезда. Ее легко найти. Это надо найти ковш большой медведицы. С правой стены ковша пять отрезков отложить. И на ручке малой медведицы ковша будет полярная звезда. Вот она указывает на север. Но лучше все-таки пользоваться компасом. Перед походом в лес обязательно проверьте его исправность. То есть мы берем компас. Вот он показывает как бы на север. Мы не знаем, правильно или неправильно. Мы начинаем стряхивать компас. И опять ставим. Стрелка вернется в это положение. Если компас неисправен, стрелка будет смотреть потом куда угодно. Ну, потому что мы стряхнули. И компас неисправен. В среднем компас можно купить в пределах 200 рублей. В лесу это вещь первой необходимости. Поэтому лучше его приобрести. Кроме того, чтобы сориентироваться правильно, нужно знать свои координаты. И в какой стороне от вашего текущего местоположения находятся ближайшие населенные пункты. Эту информацию необходимо выяснять заблаговременно. В большинстве случаев людей находят быстро живыми и здоровыми. Но все же не стоит забывать подготовиться к походу в лес. Чтобы встреча с природой была вам только в радость. На этом у меня все. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин